Лучше, конечно же, иметь свою книгу и Экклезиаст, и Мишли. Мишли вы можете уже заказать, а Экклезиаст мы вместе сейчас как раз готовим ее к изданию. Сейчас я как раз каждую главу пишу комментарии и с Божьей помощью к Сухоту мы должны закончить. Сегодня пятая глава Экклезиаста, Каэлита, всего 12 глав, и в пятой главе царь Соломон нам говорит следующую вещь, очень внимательно, можно записывать даже, и в конце сделайте, пожалуйста, резюме свое, резюме, которым вы можете целый день с ним жить, делиться, Деврей Турас сказать на шаббат, и так раз будет ваши слова Торы, с которыми вы можете на шаббате где-то выступить и сказать, вот такая вот мне сегодня пришла царя Соломона мудрость. Значит, сказал он в первом отрывке пятой главы так. Аль-Тиваэль, аль-Пиха, не спеши ртом своим, он говорит, не спеши. Вэли-Беха, аль-Имаэр, леу-Ци-Давар, лиф-Ней-Лаким, кия-Лаким, башимаэм, вата-Алярец, аль-Коль, аль-Кен-Юд-Вар-Эхам-Атим. Значит, длинный очень отрывок, я думаю, самый длинный отрывок в Экклезиасте. Значит, перевожу. Не спеши говорить вещи, не спеши говорить. «И сердце твое пускай не спешит вытаскивать слова перед Богом, потому что Бог на небесах, а ты на земле, поэтому будут пускай твои слова мы этим немногочисленны». Пускай будут твои слова немногочисленны. Что имеется в виду? Значит, есть у человека мысли, слова, действия. Есть у человека намерения. Это его самая главная часть человека. Это его намерения, то есть это то, что он хочет в данный момент, например, сделать. Это намерение в данный момент. А есть у человека его ценности, то, что мы называем. Вот какие у тебя ценности там? Мне важна семья. Это то, что он постоянно хочет. Это его намерение, чтобы у него эта сфера всегда работала. А ты что хочешь? Я хочу там быть богатым, известным. Это ценность человека. Это его как бы уже стрессованное желание, которое он хочет уже долгое время. Это ценности. Намерения в данный момент. Я хочу сейчас, я хочу сейчас, я хочу сейчас. Это такое намерение в данный момент. Есть глубинное намерение. Вообще, а зачем ты живешь? Куда ты двигаешься по жизни? Некоторые называют это миссией. Некоторые называют это какой-то жизненный такой стержень. Жизненная твоя позиция такая. Жизненная кредо. Всегда. Значит, здесь и дальше все это выражается в виде мыслей, которые обслуживают намерения и желания, в виде слов, которые обслуживают намерения и желания, и в виде действий, которые пытается человек реализовать свое намерение и свое желание. Говори, есть бог. Бог это творец мироздания, хозяин мира, который всем управляет. Он всесильный, все законы, это бог. Все, все это всевышний. И есть творец, который все это создал. И есть люди, которые могут своим намерением соединиться с творцом. И такие люди, они тогда могут делать просто чудеса, то есть они совершенно попадают в другую реальность, они присоединяются к Творцу Мироздания через молитвы, через изучение, как это все работает. Теперь в момент, когда ты соединяешься с Творцом Мироздания, каждое твое слово, оно имеет огромное влияние, огромное значение. Одно дело, когда человек просто там болтает, болтает, вот есть люди, которые что-то они все время говорят, они про плохие вещи про других говорят, про себя говорят, про это. То есть у них силы в словах нет, у них слова их пустые вообще. Теперь есть люди, которые, они говорят мало, но у них есть сила в словах, они обдумывают, что сказать. Они как бы из-за того, что они говорят мало, то их слова больше слышны, потому что если он уже что-то сказал, там уже что-то есть важное, то есть он просто так говорить не будет. Есть, когда человек говорит со Всевышним, это называется молитва. Он обращается ко Всевышнему и говорит, Бог, там, я тебя люблю, я спасибо, я хочу, и он с Богом молится, да, разговаривает с Богом. Это разговор с Богом. Говорит нам царь Самон мудрейших из людей, не спеши, говорит, вообще говорить просто ртом своим, потому что чем ты больше говоришь, тем хуже. Это факт. Это нам говорит Тора во многих вещах, что раби Шимон, в Кертьевод, говорит, ко все дни жизни рос и между мудрецов не нашел я ничего лучше для тела своего, чем молчание. И немного говорить это основа о действии. И много других есть вещей, слова, особенно когда ты говоришь перед теми, кто умнее тебя, так они смеются. Перед теми, кто глупее тебя, ты говоришь, ну, они, может, не смеются, но, ну, как бы, тоже непонятно, что ты им говоришь. Лучше молчать, учиться и говорить меньше. Дальше. Но особенно, говорит нам царь Самон, если ты говоришь перед Богом, тут ты должен взвешивать каждое свое слово. Потому что, когда ты перед Богом говоришь, и особенно, когда ты что-то обещаешь, это называется обет. Дальше он будет сейчас про это развивать мысль. То это просто ты попадаешь в совершенно новую реальность, в которой, с одной стороны, у каждого твоего слова есть сила, с другой стороны, за каждое слово придется отвечать. Это ты перед Богом, от Бога же не спрячешься. Второй отрывок. Киба ахалом бэро вэньян, вэколь ксиль бэро в дворе. Как приходит сон, и в нем множество разных аспектов. Кому снятся сны, они понимают, что, ну, вообще-то, просто какие-то такие снятся вещи, что, ну, очень много разных каких-то аспектов, деталей, ну, все непонятно. Также речь глупца, она полна слов. То есть у него все тоже вот такой вот, все, такой словесный пух, это называется. Словесный пух, или тоже есть слово на п, но не пух. Значит, есть мудрецы, которые говорят, что жить человек, это тоже как сон. Мы тоже живем как во сне, то есть, а у нас в квартире газ, у вас, у нас водопровод, вот. А у нас сегодня кошка, родила вчера котят. И вот так вот человек, он как во сне его вот так вот кидает ассоциативно из одного аспекта в другой, из одной мысли в другую. И большинство людей проводят свои дни, месяцы, годы, они ничего не успевают создать, потому что их все время кидают из стороны в сторону, как во сне. Значит, когда, дальше он продолжает третий отрывок, когда ты тидор-недер, когда ты возьмешь обед перед Богом, не откладывая его сразу же выполнить. То есть, если ты уже сказал, я буду что-то делать религиозное в связи со Всевышним, дам сдаку и так далее, не откладывая его сразу же выполнить. И потому что нету, нету, написано, хафец, не хочет Бог к селим вот этих вот глупцов, грешников, которые берут обеты и не делают потом. Лучше не брать обет, чем брать обет и потом его не выполнять. То есть, есть такие люди, я дам, я сделаю, я дам сдаку, я буду хорошим, я буду одевать филин, я буду соблюдать шаббат, я сделаю, я вам помогу, я то, я то, и не делают. Лучше не обещать в этой ситуации, чем обещать и не делать. Поэтому религиозные люди, они говорят всегда бли-недер, без обета. Потому что, когда ты обещаешь вещь, которая заповедана Богом, это приказ Бога, а потом не делаешь, то это как будто бы ты обманул Бога. А это очень неправильно. То есть, это как вообще человека обманывать неправильно. Любой человек обидится, если ты ему пообещал и не сделал. А Бог, если ты ему пообещал и не сделал, то есть это, но это имеет последствия. Дальше, четвертый, пятый отрывок. Не давай своему рту себя ввести в грех и не говори перед, потом не говори перед ангелом, который является ангелом. Это как передаточный механизм. То есть, многие спрашивают, а как Бог управляет миром? Вот если вы поймете, как работает программное обеспечение, вы поймете, как работают ангелы. Значит, в компьютере, когда программисты пишут программы, они пишут какие-то там значки-значки-значки последовательности. Вот эти вот значки, когда они код пишут, они создают всю вот эту прелесть, в которой мы живем в компьютерном мире. Вот эти все программы, Facebook, WhatsApp, значит, Telegram и так далее. Это создали программисты какими-то своими вот этими кодовыми словечками. Или даже это не слова, а какие-то знати. Так ангелы, это как раз и есть вот эти вот кодовые знати, которые создают ту реальность, в которой мы находимся. Есть целый мир этих вот кодов, который потом превращается в мир, в котором мы живем, физически этот мир. И вот, значит, говорит нам царь Саамон. Он говорит, не давай своему рту ввести себя в грех, в твою плоть. То есть ты сказал, это казалось бы, ты просто воздух какой-то сделал, да, а ты там произвел изменения. И потом это изменение приходит конкретно на твое тело, в виде болезни, в виде каких-то проблем и так далее, переломов там. И не говори потом перед ангелом, что я ошибся я, киш-гагаи, я типа неосознанно это сделал, я не намеревался, не хотел я. Зачем ты гневаешь Бога всесильного и получается, что он губит, да, то есть он губит, ты губишь, тут непонятно. Потому что ты, когда человек засовывает пальцы в розетку, его бьет током. Кто его вообще током ударил? Электрик его ударил, который розетку делал? Или его розетка ударила, или ток его ударил? Или он сам себя ударил, потому что он туда засунул два пальца? Когда человек обычно засовывает два пальца в розетку или делает какое-то действие, а потом получает неприятность, он говорит, что все вокруг виноваты. Но то, что он получил неприятность, это следствие того, что он сделал. И это то, что нам царь Самон объясняет в пятом отрывке. Не давай своему рту ввести в грех свое тело. То есть все начинается с того, что человек что-то подумал, что-то сказал и пошел процесс. Пошел процесс, потом он получает раздачу, говорит, а я тут при чем? Почему? Зачем они? Как они могли так сделать? Как они могли меня там в чем-то подозревать? Или вообще, я здесь случайно оказался. Ты случайно не мог нигде оказаться. Потому что то, где ты оказался, это следствие твоих предыдущих решений, 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 решений. И ты здесь оказался. Дальше он говорит в шестом отрывке. Тиберов халамот веавалим удворим арбе ти этера ким вра. Он говорит, мир этот, он полон снов. Не только ты живешь во сне, вообще все живут во сне. Мир этот полон снов. И пустоты, и иллюзии. Авалим это суеты. Эвел это пар, иллюзия. То есть все живут в каком-то паре, в иллюзии, в своем, в своем сне. У каждого свой сериал. Каждый человек, вот вы встречаете человека, он просто идет. А он не просто идет. Он откуда-то идет и куда-то идет. А что у него в голове, вы вообще не представляете. Какого у него сейчас, от может быть проблем каких-то, до каких-то вообще он может идет там, замыслил, или самоубийством закончить, или убить кого-то. А он просто идет. То есть мы видим всегда какие-то кусочки. Он говорит, ты находишься среди людей, которые во сне. И сам ты во сне. Все куда-то суетятся. И он дает нам рецепт. Он говорит, Бога бойся. Бога бойся, бойся всесильного. То есть вынырнуть из этого в состояние осознанности, проснуться от этого кошмарного сна, или пустого сна, или суетного сна, можно только, если ты включаешь вот то, что называется Ирата-Шем. Ирата-Шем решит, да, это он говорил в книге Мишли, что трепет перед Богом, это основа познания. Вот ты только подумал про Бога, у тебя сразу включилась душа. Включилась душа, включился интеллект. Включился интеллект, ты как бы, вау, где? И ты видишь все это совершенно в другом таком, ну, ты видишь, что все спят. Теперь второй вариант. Если ты Бога не боишься, то тебя сразу начинают пугать эти люди. Тогда у тебя включается, наоборот, низкий твой уровень. Есть рептильный мозг, который, если человек пугается чего-то в материальном мире, то тогда у него включается не душа, а включается, наоборот, внутренняя ящерица, внутренняя рептилия. Бей, беги, замри. И он впадает в какой-то ступор, ярость, там, в гнев. Он вообще, он просто, если он был во сне, а тут он в сумасшествии. То есть есть состояние, обычное состояние, это сон. Ирата-Шем трепет перед Богом, страх перед Богом. Это пробуждение. А есть кошмарный сон такой, когда человек попадает вообще в сумасшествие. Это гнев. Вот три стадии. Три стадии, в которых человек может находиться. Значит, седьмой отрывок. Если ты видишь притеснение бедных, грабеж, то есть если ты видишь притеснение бедных, грабеж и нарушение суда, несправедливый суд в какой-то стране, не удивляйся тому, что в ней сейчас происходит. Потому что есть гавоа, маль гавоа. Есть высокая над высоким. И все сохраняет, он говорит, соблюдает, сохраняет высокие на них. То есть он говорит, смотри, вот ты видишь какую-то несправедливость, и вроде бы она работает. Она не наказана. Но есть же, ты смотришь, действительно есть страны, в которых полная несправедливость вообще конкретная. Теперь ты смотришь, думаешь, почему такая несправедливость, а вроде все нормально. Он говорит, не волнуйся, вроде все нормально, это пока, потому что есть высокая над высоким, над высоким, над высоким. Нижний мир, вот этот мир действия, это проекция вот этих вот верхних миров. И есть Всевышний, который, он справедливый, он истинный и он добрый. Его доброта заключается в том, что он очень ждет покаместь, покаместь люди. То есть он дает между преступлением и наказанием, дает большое время, чтобы человек вспомнил о боди, проснулся и сделал шву, раскаялся и стал на правильный путь. И всегда есть расстояние. Поэтому мы часто не отслеживаем связь между проблемой и причиной проблемы. То есть мы думаем, вдруг, человек смотрит на себя, что-то вдруг поправился на 20 килограмм. Он не вдруг поправился. Все началось с того, что он полюбил шоколад, или полюбил конфеты, или перестал ходить, много ходить. Все приходит как следствие долгих-долгих процессов. Теперь нам царь Самон говорит, если в стране в какой-то, ты видишь, что покаместь все хорошо, но там есть несправедливость, это только покаместь. Подожди, все будет, все вернет. То есть или они исправятся, как был город Нинвы, пришел пророк Йона и говорит, Всевышний сказал, через 40 дней уничтожит город. Царь говорит, все поняли, все постятся, начинают раскаиваться, Всевышний простил. Или наоборот, приходит вздом, например, или Ной, который Ноах, который строил 120 лет ковчег, а люди над ним смеялись. Он говорит, Бог уничтожит мир потопом за то, что вы делаете. Они говорят, вот ты дурак этот Ноах вообще, какой Бог уничтожит, все будет нормально, все. И в итоге потоп. Значит, и так же в жизни каждого человека, звоночек, 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 потом дюш. Он говорит, за что вообще, я не понимаю, вдруг, вдруг, вот прямо вообще, все вдруг. Вдруг, вдруг там у кого-то жена ушла, вдруг у кого-то муж ушел, вдруг у кого-то проблема, вдруг у кого-то. Оно все не вдруг, нет в этом мире ни случайности, ни вдруг. Причина следственной связи, которые идут под четким законом духовным. Духовные это каскады вот этих вот влияний сверху. И, значит, все, в итоге все идет именно как в Торе описано. Значит, в восьмой отрывок идут нам очень конкретные советы. Прям записывайте, это просто конкретика, как прожить счастливую жизнь. Он пишет в восьмом отрывке. Вейтрон, арец, беколье. Есть преимущество земли перед всем. Даже царь, он порабощен полю. Он говорит, смотри, есть простые законы, пирамида потребностей Маслоу, он говорит. Главное для человека, если он будет сыт, значит, у него уже жизнь удалась. Поэтому не смотри на пустоту, смотри на то, чтобы выстраивать свою жизнь, начиная от нижнего уровня пирамиды Маслоу, физиологические потребности. Даже царь, он порабощен полю. Дальше он объясняет эту мысль. Девятый отрывок. Тот, кто любит деньги, не насытится деньгами. То есть, если человек любит деньги, как он ими насытится? Он же деньги есть не будет. Если не будет еды, так не будет, деньги его уже не спасут. А тот, кто любит ОМОН. ОМОН это тот, кто любит множество людей, признание, славу. Лотва. Не хватит ему никакого урожая. И это все суета. Значит, здесь он дает прям конкретно пирамида Маслоу. Вначале идут физиологические потребности. Потом идет потребность в принадлежности к группе. И принадлежность и к признанию. Значит, как только у человека решены все физиологические потребности, он хочет уже внимания, славы, уважения и так далее. Теперь это все требует еще больших усилий, чем физиологические потребности. Теперь, дальше он объясняет, как развиваться будут события. Бербот, атова. Когда будет умножаться у какого-то человека, атова, заработки и так далее, много у него появляется ресурсов. Рабу Ахлея много приходит тех, кто поедает эти ресурсы. Появляется сразу много друзей. У Ма Кишрони Балея. Какая польза для хозяина этого добра? А только то, что видел он это глазами. Я в комментарии написал анекдот, что Иван не знал, сколько у него любящих родственников и близких друзей. Пока мясник купил виллу на берегу моря в Испании. Как только он купил, сразу у него оказалось, все о нем вспомнили, и друзья, и родственники, все о нем вспомнили. А что потом остается, когда у него, не дай бог, там конфисковали или закрыли счета, и все у него закончилось? Ничего, извините, все друзья, родственники куда-то разъехали сразу, да? Значит, одиннадцатый отрывок. Сладок сон труженика. А Увет, который труженик, колхозник такой, да? Имаат, вимарбе, йохаль. Много ли он кушал, мало ли он кушал? Если он, Увет, именно колхозник, который на земле работает, значит, он хорошо спит. Ему спокойно. А сытость для богатого не дает ему заснуть. Потому что богатый человек, он, значит, тут ему, ну, что он делает, богатый человек, правильно? Он же что-то делает с деньгами. Он начинается, тут у него налоговая, тут у него то, тут у него все, тут у него, значит, какие-то, кому-то он занял деньги, он не отдал. Ну, и так далее. То есть, у него очень много разных аспектов, которые не дают ему заснуть. Значит, дальше, что написано здесь, не дают ему заснуть. Дальше он продолжает, 12-й отрывок. Видел я зло очень большое, ра-хала. Он говорит, большую даже болезнь не видел, да, плохую болезнь в мире, под солнцем. Богатство, которое сохраняется владельцам для их зла. И пропал, 13-й отрывок, и пропало это богатство. По очень плохому, и бы не нравится, по плохому, в какой-то плохой ситуации пропадает это богатство. И родился у него сын, и нету в руке у него ничего, у этого сына. Значит, известно мне, вот, я вспомнил несколько сразу историй. Там, в одной истории, например, один канадский миллионер поехал в Пуэрто-Рико, женился на мисс Пуэрто-Рико, а потом эта мисс Пуэрто-Рико, значит, заказала, его убили, этого канадского миллионера. Вторая, там я тоже приводил статья, как комментарий. В Калифорнии была банда. В 90-е годы люди начали из бывшего Советского Союза, быстро заработали денег, новые русские это называлось. Приезжали в Калифорнию, эти в Калифорнии их там ждали, значит, крали. И сразу родственникам писали, требовали выкуп. Родственники собирали выкуп, отправляли выкуп, они их все равно убивали. Они ни одного человека не отпустили. Больше 20 человек они убили, вот эта банда в Калифорнии, значит, такой у них был подход. То есть, получается, те люди, которые заработали деньги, приехали в Калифорнию, думали, классно, мы отдохнем, все. И что? Получается, что их богатство стало причиной их смерти. Они трупы бросали в озеро. То есть, они начитались, как мафия, американская мафия в 20-е годы. Они брали таз, ставили туда человека, наполняли таз бетоном, ну, таким бетоном, чтобы ноги его там застывали. Получалось, что он как бы забетонирован, этот человек. И потом сбрасывали его в море, в океан, и этот таз туда, и все, и нет человека. Представляете, что чувствовали эти люди перед смертью? Это ужасно. Значит, дальше он продолжает, царь Самон, 14 отрыва. Как вышел из живота мамы голый, так же он вернется голый. И ничего он с собой не возьмет. И что ему тогда остается от всего его труда, который он трудился, старался, зарабатывал? Что ему остается от всего этого? Значит, он говорит, что, зачем он трудился тогда, получается, да? Теперь он отвечает, а, еще дальше, дальше он продолжает эту мысль, рассказывает, что ждет человека, который хочет заработать большие деньги. Тут надо помнить, что царь Самон сам молился Богу, это в Мишле мы учили, пустое, лживо отдали от меня, бедности, богатства не давай мне, накорми меня законным хлебом. И он говорит, что человек, который стремится к деньгам, он деньгами не насытится. И вот 16 отрывок. Все дни его он в темноте ходит и кушает в темноте, то есть он целый день работает. Я знаю по себе, каждый день у тебя прихожу вечером домой, когда увлечен работой. И говорю, целый день не успевал покушать, бывает иногда не успеваешь воды попить. То есть реально встреча, встреча, пишешь, отвечаешь, звонки, это. То есть целый день, когда у тебя много проектов, то ты должен целый день прям реально работать. И ВКСРБ, 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 значит, когда у тебя много проектов и ты работаешь с людьми, то ты должен ждать, что у тебя будет много гнева и будет много болезни, потому что гнев вызывает болезни. И КЭЦФ это как КЭЦФ электричество, замыкание, человека замыкает. Потому что ты реально, человек, который связан с другими людьми, он должен быть понимать вообще, что все, ему обеспечено. То есть они или не делают, или делают не так, или делают не в срок, или они, если и делают, то, ну то есть или ты заказчик, или ты клиент. Все время же в проектах ты или заказчик, или клиент. И когда у тебя есть сотрудники, Тора нам говорит, что Йосеф, который был премьер-министр Эгипта, он умер раньше всех из братьев, представляете? Значит, он умер раньше всех из братьев, хотя он был премьер-министр Эгипта 70 лет. Почему он умер? Говорит нам Тора, власть сокращает дни. Почему? Тебя по-любому ненавидят. По-любому ты кому-то сказал, кого-то ты уволил, кто-то на тебя обиделся. То есть постоянно идет какой-то головняк. Теперь дальше, дальше он продолжает, царь Саламон. И вот он говорит, все, мы уже заканчиваем, осталось нам три отрывочка. Семнадцатый отрывок. И вот, говорит, видел я добро, которое прекрасное для человека. Что это значит? Он пишет, лэхоль, кушать, пить. И видеть добро во всем своем труде. То есть не важно, что ты делаешь. Если ты делаешь свою работу, и тебе нравится эта работа, вот видь в ней радость, не гони за результатами. Люби саму свою работу. И вот это он говорит добро. Когда есть тебе что покушать, есть что попить, и тебе нравится то, что ты делаешь, ты кайфуешь от этой работы. Шиямоль таха та шемеш. Которой ты трудишься под солнцем, имеется ввиду земная жизнь, все они жизни твоей, который дал тебе всесильные. И это твой удел. То есть он говорит, самое главное найти свой удел. Вот то, что ты, какой ты, что тебе нравится. И уметь от этого радоваться. И он продолжает эту мысль. 18-й отрывок. Также человек, которому дал Бог всесильный богатство и имущество, и дал ему возможность над этим всем властвовать и кушать от этого, бывает, что Бог дал человеку действительно огромное богатство, у него получается. Может быть его удел как раз и быть руководителем, как у Иосифа. У него с детства был удел быть лидером. Он же видел, как солнц, как, значит, он видел еще братьям, он рассказывал сны, которые, которые, что луна и солнце и звезды поклоняются ему. То есть он видел себя лидером. За это его братья как раз и хотели убить и продать, что они думали, что сон это не пророчество, это его намерение. Есть разные виды снов. Есть сон, который выражает намерение человека, а есть сон, когда он принимает как бы как пророчество. Так когда Иосиф рассказывал свои сны, они думали, что это он выражает свое намерение. А папа видел в Яков, что это было до пророчества. То есть бывает, что Бог дал человеку удел быть властителем. Так он говорит, если дал кому-то Бог удел быть богатым, иметь имущество и властвовать, значит, тогда что он говорит, если дал Бог человеку такое удел, и еще он говорит, человек этот умудрился, или смог бы амало радоваться своему уделу, он говорит, это подарок всесильного. То есть должен знать такой человек, которому Бог дал имущество, богатство, власть, что это подарок всесильного. Это подарок Бога. Каждый день он должен благодарить Бога и давать, помогать другим людям, чтобы уравновесить этот потенциал, чтобы люди на него не обижались. Я был вчера у... Ну, одна семья есть, очень хорошая, добрая семья, очень помогают в Аикре. Я как раз разговаривал там с одним человеком, и она говорит, у нас в семье традиция, вот прямо от папы нашего и так далее, всем помогать. Очень влиятельная семья, очень богатые, всем помогать. Вот чем занимается, я спрашиваю, чем там занимается один человек? Она говорит, он чем занимается? К нему приходят, он старается каждому помочь, и то, что ему Всевышний дает деньги, он участвует во всех, во всех хороших проектах по распространению Тора, он участвует. То есть это вот его главное намерение, главное занятие в жизни. Это то, что здесь царь Самон говорит в 17-м отрывке, он говорит, что если дал, еще раз давайте прочнем 17-е, и вот что я видел добро, которое прекрасное в мире, да, кушать и пить, и видеть добро во всем своем труде, которым ты трудишься под солнцем, все дни жизни своей, которую дал Всесильный, потому что это его удел. 18-й отрывок, а вот 18-й отрывок, и также человек, то есть большинство людей, они просто трудятся, вот они работают день за днем, и нужно уметь в своей работе увидеть радость. Теперь 18-й отрывок, а человек, которому Бог дал богатство, имущество и власть, кушать от этого, и нести свой вот этот удел, быть лидером, это намного, намного, намного сложнее, быть богатым человеком, это намного сложнее, чем быть человеком обычным, простым, потому что когда ты обычный простой человек, у тебя есть понятная простая жизнь, и твой сон спокоен. Когда ты вылазишь, вот эти все политика, богатство, признание и так далее, это большинство людей, они когда туда добираются, они с одной стороны, отказаться человек не может, жалко, то есть ты к этому стремился, ты старался, но уровень радости там намного меньше, чем у простого человека, который правильно выстроил свою жизнь, который, как царь Самон молился, золотая середина, кушает законный хлеб, ни от кого не зависит, никому не должен, и у него есть очень понятная, простая, выстроенная жизнь. И последний отрывок, 19-й отрывок 5-й главы, что ведь такого немного, он говорит, немного такого, чтобы человек мог радоваться в своей жизни, и что бог, если тебе дал возможность радоваться твоему сердцу, использует каждое мгновение. То есть это должно быть главное намерение человека, не гоняться за чем-то, а именно конкретно видеть, видеть вот ту возможность, которая есть сейчас, порадоваться, поблагодарить, поблагодарить Всевышнего, получить удовольствие от своей работы, от еды, от дня, от того, что ты видишь вокруг. Он говорит, радуйся, если Всевышний дал тебе сегодняшний день, используй это по максимуму, для того, чтобы извлечь из этого радость, благодарность, и, ну, знаешь, что не откладывая жизнь, никто не знает, сколько жизни это продлится. Все, дорогие друзья, шаббат шалом, чтобы был у нас у всех хороший шаббат, чтобы был мирный шаббат, чтобы был шалом, шалом в душе, шалом в семье, шалом с друзьями, шалом вокруг нас, чтобы мы жили в полном таком внутреннем шаломе, который превратится во внешний шалом, и с Божьей помощью, чтобы было все хорошо, у всех хороших, добрых людей. Значит, спасибо, спасибо вам, что вы поддерживаете Вайкру, что вы приходите на уроки, спасибо вам огромнейшее, сегодня, видите, как приятно, 86 человек в Фейсбуке, 57 в Телеграме, и 50 в Ютюбе, то есть у нас больше 200 человек вместе, одновременно мы изучаем мудрость царя Соломона, и я думаю, что царь Соломон там уже радуется на небе, да, он думает, вот, представляете, русскоязычный вообще, из бывшего Советского Союза, государство, которое 70 лет пыталось выкорчевать веру в Бога, религию, и вот они сейчас сидят 200 человек, и учат, учат Тору, изучают мудрость царя Соломона, царь Соломон сейчас радуется, Всевышний еще больше радуется, и чтобы мы с вами, в заслугу того, что мы учимся, получили все, что нам надо для радости, и для счастья, но главное начать с радости, а оно все придет, все, Шаббат Шалом, полное выздоровление тем, кому нужно выздоровление, полное, вот, кому нужно, все, что нужно для счастья, чтобы Бог вам дал, и мы знали, что это подарок Бога, но... Субтитры сделал DimaTorzok